Всей нашей Орхо-тусовке большой-большой привет! Очень уж мне понравился комментарий, который пришёл ко мне на канал. Ой, со следующим обращением. Всем привет всей нашей дружной большой Орхо-тусовке! И что-то так сегодня захотелось начать видео, цитируя этот комментарий. Спасибо вам огромное! Я стараюсь, стараюсь вести канал так, чтобы он объединял всех нас вместе. Всех немножко Орхо-чокнутых, Орхо-зависимых, Орхо-любов, Орхо-тусовщиков. Потому что всё то, что я показываю, невероятно способно объединить нас вместе. Потому что у нас с вами одна энергия и общее дело, объединяющее нас. Но вы только посмотрите, что делают! Вы посмотрите! Безумная, сумасшедшая! Не знаю, как определение дать вот этой Орхидее, этой красоте Орхидея Розетта. Посмотрите, какой волшебный цветок, который объединяет в себе многочисленные цветовые оттенки. В очень уместном и красивом сочетании. Вот он, цветоносик мощный. Но вы думаете, это новый цветонос этого сезона высокого цветения? Нет! Это боковая почка. Посмотрите, вот она, видите? Развилась боковая почка. И вот такой хороший, мощный, густо покрытый цветами цветоносик на боковой дочерней почке основного укороченного цветоносика. У нее сейчас полный распуск этих бутонов цветов. Полный распуск настал уже где-то недели, наверное, две с половиной, а то и три назад. Далее у нее распускается новый боковой росточек, тоже деленка. Дальше готовится к распуску еще боковое деление и растет еще один цветонос. Это все ее богатство. Очень красивая орхидея, сумасшедшая. Вы только посмотрите, как она выглядит, да? Шикарно. Она, получается, создает очень красивый, мощный, объемный, эффектный каскад над деленным цветоносом орхидеи-молния. Сейчас она уже достигла полного распуска. Я вам полного-полного. Я вам могу показать ее раскрытый полностью цветоносик. Вот одно деление, вот второе деление, вот третье деление и основное четвертое деление на новом цветоносе этого высокого периода цветения. Вот такая молния. Рядышком проснулся и одумался. Простил меня мой красавец, у которого я снесла бутон, когда вытаскивала цветонос сюда, чтобы нам любоваться цветением этой очень красивой, нарядной, праздничной орхидеи. Орхидея имеет название Микки Кроун. А что значит одумалась? Ну вот смотрите, на краешке я у нее оторвала бутончик, когда вытаскивала. Ну все, начался у нее процесс формирования кончика цветоноса. И это, как правило, очень большой объемный прирост бывает на кончике цветоноса. Посмотрим, сбросит она свои цветы, прежде распущенные, потому что этому цветоносу в раскрытии уже два месяца. Цветет давно. И что могу сказать? Что заметила? Вы знаете, вот если бы этот цветонос я оставила там, под лампами, он намного быстрее бы... Вот, смотрите. Вот, цветы потеряли окрас. Видите? Там даже красный цвет, он стал блеклым, как застаренный-старенный цветочек. Хотя вот этот цветоносик в два бутона, он распускался позднее, нежели вот этот. А вот этот, так как он не имеет активной подсветки даже от фитолампы, посмотрите, какой он сочный. Сохраняется цветок в сочности окраса. Жалко, что как-то, знаете, вот было в том году цвел обалденно. Все цветочки были равнонаправлены, они такие были воспитанные. И все смотрели куколки на меня. Все вот прям вот показывали свою красоту. В этот раз как-то немножко он распустил свои бутоны в разные стороны. Но все равно неплохо, я вам могу сказать, потому что все-таки это нижний уровень стеллажа. И когда я стою сверху и смотрю на этот цветоносик, все отлично просматривается. Все, начался у нас роспуск. Вернее, не роспуск, а вот рост кончика цветоноса. Умничка моя! И вот так они внизу. Три красивые редкие орхидеи восхитительно вместе смотрятся своими цветоносиками. А вот эта орхидея, которую я зову моя Мадонна, вот у нее вот такой здесь цветоносик. Это боковой росточек дочерняя почка основного укороченного. Вот такой ветвленый, красивый, мощный, объемный. Называю я ее моя Мадонна. Но, девчонки, многие, кто мне написал, Ирина, по-моему, это Кастер. Девчонки, залезла в интернет, поисковик, ввела предложенное вами название, и действительно, вышла именно эта орхидея. Теперь у меня есть название, настоящее этой орхидеи, коммерческое название Кастер. Но моя Мадонна мне больше нравится, поэтому будем говорить через дефис. Моя Мадонна Кастер. Вот именно тот беглип, про который я вам очень часто рассказываю во время его цветения. Посмотрите, как красиво он расположил свои цветы. Цветы располагаются на цветоносе сферой. Видите, вот такая сфера, круглая сфера, которая создается цветами этого беглипа. И как раз то, про что я вам рассказывала. После распуска своих цветов, бутонов, да, распускаются они, дальше начинается необыкновенный прирост по размеру цветочка. И цветочек достигает, бывает, даже 12 сантиметров. Вот сегодня на нем где-то 11 сантиметров. На этом цветоносе у его цветочков размер. А вот здесь я смотрю, а вот здесь побольше. Вот, смотрите, я ставлю ладошку. И насколько крупно смотрится этот цветочек. Название, девчонки, мне писали этого беглипа. И сейчас я вам продемонстрирую его название. Благодаря вам, спасибо вам огромное, не устаю вас за это благодарить. У меня очень часто появляется название моих растений. Потому что я не углубляюсь и не ставлю первоочередным найти название орхидеи. Мне главное привести ее в норму, обеспечить ей хороший рост, красивое цветение. Ну, а там, слава богу, у меня есть вы, мои любимые зрители канала, те, кто смотрит и постоянно мне помогают в том или ином. Название этой орхидеи вот такое. Black Witch. Черная колдунья или черная ведьма. Мне больше нравится черная колдунья. И у моей черной колдуньи вот такое восхитительно крупноцветковое цветение. Она постоянно очень объемно цветет. Любит цвести. Орхидея является долгоцветом. Рядышком с моей черной колдуньей распускается бриончик. Многочисленные цветоносы, которые в этом цветении присутствуют на этой орхидее, конечно, восхищают. Есть новый цветонос этого сезона с боковыми ответвлениями. Вот вы видите его очень хорошо. Красивый цветок, теплый оттенок, пламенный центр в виде вот такого рыжего язычка и два боковых ответвления на укороченном цветоносике. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой красоту распускается. Очень люблю цветение орхидеи брион. Цветочек размером является в среднем определении. Где-то у него цветочек 7,5-8 сантиметров. И так как растение находится давно у меня в коллекции, это очень мощная, красивая орхидея с прекрасной корневой системой, с большими, мощными листьями. Ой, вот она стоит. Стоит на полу, потому что сейчас пока из-за того, что на орхидеях очень раскидистые цветоносы, мне пришлось немножко орхидеи все-таки расставить посвободнее, чтобы цветоносы друг другу не мешали цвести. Поэтому сейчас эта орхидея цветет у меня, будучи, размещаясь на полу. Но ничего страшного, она и в том году у меня на полу цвела. Ей не привыкать. Орхидея любит цвести. Цветет она у меня два раза в год. И цветы она держит от четырех месяцев. Четыре, иногда пять. Иногда пять с половиной. А иногда она на цветоносе цветы держит полгода. Только, например, она начинает отцветать. Все, я сразу вижу где-нибудь какой-нибудь либо новый цветонос, либо пробуждается боковая дочерняя почка на основных тех сохраненных цветоносов, которые являются жизнеспособными. Очень глубокий оттенок. Посмотрите, цветонаполнение какое. Так, что могу сказать? Цветы со временем взросления они рыжеют. Желтеют, рыжеют. И как будто бы выглядят золотистыми. Когда распускается бутон, вот свежий распуск, видите, он какой-то лилово, бежево, коричневатый. Еще здесь есть немножко оливкового оттенка. Здесь вот то же самое я вам могу продемонстрировать. Видите, со временем взросления цветочка он желтеет, рыжеет, становится каким-то таким очень солнечным, как солнышко на закате. А вот свежий распуск, видите, какой у бутончиков. этой орхидеюшки. Красавица, необыкновенная. Очень люблю ее. И вот как издалека смотрится нижняя часть тех орхидеи, которые располагаются вот в этом вот уровне. Один бутончик в распуске остался у Азиан Джингл. Орхидея чем привлекательна? Вы посмотрите, какой у нее центр. Вы посмотрите, чем-то центр язычок стюартянки напоминает. Орхидея очень эффектная, очень красивая. Со временем взросления с каждым разом цветочек домашний все крупнее и крупнее у нее. В том году у нее был немножко мельче цветок, но, наверное, процентов на 10. В этот раз, в этом распуске я смотрю, цветочки стали крупнее. Орхидея смотрится эффектно, красиво. Еще раз название Орхидеи Азиан Джингл. Только что цветочки, видите, в разные стороны. С этой стороны и вот сейчас я вам покажу вот здесь у нее вот так цветочки располагаются. В полном распуске, рядышком не менее нарядная, эффектная Орхидея Гоя. Смотрите, сколько у нее бутонов, сколько у нее распущено цветов. Вот цветонос. Лезем в глубину стеллажа. Вот здесь еще три цветоноса. Видеокамера съедает объемы цветения этой Орхидеи. Давайте вот так немножко вам подсниму. По-моему, четыре цветоноса сейчас на ней цветет. Вот если собрать сейчас все цветоносы воедино, это будет очень пышный букет. Вот немножко я вам достала цветочки. Еще там остались цветочки. Вон они. И еще вот они. Это Гоя. Все, не буду я сильно ее беспокоить. Ну а в глубине там вот золотая рыбка очень крупная в своем цветоносе. Вы знаете, я уже устала вот от этого вот цветения ее, когда кончики она отращивает постоянные. Вот такие крупные цветы. То же самое вам могу сказать. Не один год эта орхидея такими крупными цветами не цвела. Сейчас цветы орхидеи золотая рыбка Golden Fish достигли размера ну вот этот наверное 10 плюс. Вот этот только распустился он сантиметров 10. Смотрите какая она яркая, какая она красивая орхидея, которая имеет золотую вуаль на цветках, на лепестках. Очень красиво. Но вот как я вам говорю подустала я уже от этого странного цветения. новые цветоносы не дает, а постоянно то дочерние почки у нее выходят с цветоносами, то кончики постоянно цветут. В глубине у нас получается ой, тут такой красивый цветонос растет. Это орхидея, которую я принесла с балкона кухни. Вот он цветоносик. Она этим цветоносом уперлась мне, вот видите, кончик подгорел, уперлась в лампу, которая там на этом стеллаже, где раньше она стояла, размещается. И поджегся кончик, но она тут же деленку дала и пошел у нее цветонос. Здесь у нас лампу не хочу девчонки выключать, это у нас орхидея сезам с новым ростом на краешке своего цветоноса. Там столько она бутонов уже формирует. как же вам показать? Никак не покажу. Вон они выглядывают, видите? Это кружевница орхидея флертейшн. Ну, а это, девчонки, уж насколько я впечатлена вообще цветением подобных орхидей, вот это просто меня сводит с ума. По-моему, вы мне писали, что эта орхидея, вот я подписала, Сога Юманта. Но, да, Сога Юманта. Но, конечно же, я жду вашего отклика, особенно тех людей, которые знают не по наслышке, у которых есть коллекция эта орхидея, она ли это, потому что у меня название этой орхидеи находится под вопросом. Ой, какая она плюшевая. Когда отдаляешь подальше, прям вот более-менее хорошо это все видно. Сейчас вы видите ее бордовую, у нее скорее черно-бордово-фиолетовый оттенок. Очень красивая орхидея. Всего лишь два бутона у нее в этот раз, потому что эту орхидею я купила с перекорявленными листьями. Эта орхидея у меня долгое время восстанавливалась после домашней пересадки. Что значит перекорявленные листья? Они все были загнуты. Вот они все были вот такие перекормленные. Вот эта вот часть уже три листа она отрастила дома. Они уже хорошие, ровненькие, именно такие, какими должны быть листочки орхидеи. но восстанавливать после многочисленных оранжерейных кормежек мне орхидею пришлось долго. Где-то около наверное двух лет. Чуть поменьше, буквально чуть-чуть, я не знаю, может быть месяцев 20-21 месяц прошел, как эта орхидея находится у меня в коллекции. И самое интересное, что она хорошо стала восстанавливаться лишь только тогда, когда я ее пересадила из тепличного грунта. Посадка была вот, видите, она вот уже видна, что она старенькая. Как раз по прошествии вот этого промежутка времени, там и корней хорошо много приросло у этой орхидеи. Ну и по листикам три домашних листа. Где-то за 20 месяцев нахождения в коллекции этой орхидеюшки. Бархатная, прям, знаете, прям хочется укрыться полотном лепестков этой орхидеюшки. Ну, очень часто я обижаю свою старушку, вот эту вот старушку, которая сейчас цветет пока. Так, ну что, я, конечно, понимаю, что многие возмущаются, когда я называю эту орхидею Golden Beauty. Ну, девчонки, что могу сказать? С этим названием эту орхидею я купила. Я знаю, что сейчас эта орхидея называется совершенно по-другому. Там она имеет название Goldion, какой-то еще есть название у этой орхидеи, точно я не помню. Но на горшке было название, поэтому тут спорь-не спорь. Вот, и еще один у нее вот цветоносик идет. Ну, показала, не забыла в этот раз. Давайте вот так вот просто сделаем проходочку по красивым цветущим орхидеям, которые растут у меня здесь, в зимнем саду в нижнем уровне. На верхний уровень мы с вами отправимся обязательно, но чуть-чуть попозже, потому что сейчас цветет очень много орхидей. И показать все разом для вас у меня не получится. Поэтому сегодня мы попутешествовали и посмотрели вот такие орхидеюшки. а следующие мои обзоры, я думаю, восхитят вас еще больше. Поэтому оставайтесь на канале, кто еще не подписан. Конечно же, подписывайтесь, и я жду от вас обратной связи. Оставляйте сердечки моим растениям, если вам не жалко. Ну, и очень хочется прочитать вашу реакцию на все увиденное, что я вам сегодня показала. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока, до новых встреч! !